Извержение вулкана Агунг на острове Бали понизит среднегодовые температуры на Земле примерно на 0,2 градуса Цельсия в последующие 5 лет. Климатологи из НАСА утверждают, что если в стратосферу будут выброшены вулканические газы, насыщенные серой, то будет оказано значительное воздействие на климат. Будет охлаждаться поверхность Земли. И наоборот, нагреется стратосфера. Особенно ожидаемое похолодание будет ощущаться в регионе выброса, в Юго-Восточной Азии. Ученые напоминают об извержении Агунга в 1963 году, когда выбросы достигли высоты в 25 километров над уровнем моря. Уникальность извержения состояла в мощном насыщении стратосферы серой. Когда сера вступает в реакцию с находящейся в воздухе водой, то образовавшиеся капли жидкости могут находиться в стратосфере дольше года, отражая солнечный свет обратно в космос. Такой эффект был фиксирован в 1963 году. Наблюдающие за нынешним извержением ученые говорят, что оно очень похоже на случившееся в 1963. Следует учитывать, что эти прогнозы основываются на предположении, что феномен Эль-Нинью будет находиться в нейтральном состоянии. Если Эль-Нинью будет находиться в отрицательной фазе, Ла-Нинья, то тогда температура опустится на 0,4 градуса. А если он будет в положительной фазе, то следы похолодания будут почти незаметными, заявляют ученые. Подробнее об Эль-Нинью смотрите в 88-м выпуске климатических новостей. Вулканы Земли сегодня считаются одним из ключевых дирижеров климата нашей планеты. Они могут как повышать температуру на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов, так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца. Человечество за всю недолгую историю своего существования уже пережило несколько таких катастроф. К примеру, извержение супервулкана Тоба, произошедшее примерно 70 тысяч лет назад, привело к наступлению вулканической зимы на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Его меньшие аналоги – взрыв острова Тамбора в 1815 году и массовое извержение вулканов в Южной Америке в 530-х годах нашей эры – вызвали массовый голод и вспышки чумы. Как говорится в докладе ученых «АллатРа-наука» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Сегодня человечество вошло в эпоху глобальных климатических перемен, и проблему изменения климата уже нельзя рассматривать как исключительно научную. Это комплексная междисциплинарная проблема, охватывающая социальные, экономические, экологические аспекты. В мировом обществе нужно срочно менять потребительское отношение к жизни на созидательный вектор. Ведь уже сейчас наблюдается утрата духовно-нравственной основы, той основы жизни, ради которой существует род человеческий. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы, и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. Субтитры создавал DimaTorzok